Можно ли обсуждать книги, те, которые либо ты не читал, либо ты не понял, либо ты совершенно не владеешь их контекстом? Оказывается, можно. В Камчатской краевой научной библиотеке имени Семёна Крашенинникова прошло обсуждение мемуаров Виктора Топорова «Двойное дно». На это обсуждение собрались почти миллионы камчатцев в количестве четырёх человек, включая вашего покорного слугу. Среди них были называющий себя литературным критиком Василий Ширяев из посёлка Вулканного, журналист Николай Полубнев, неизвестный мне господин по имени Александр, ну и я. Кстати, привет, это Камчатка с Александром Петровым. Нонешний выпуск моего видеодневничка для немногих. То есть, если вы не знаете, кто такой Виктор Топоров, если вы не читали ни его перевода, ни его книг, ни его статей, вы можете не смотреть это скучное, унылое, плохо снятое видео, а ежели знаете, то можете досмотреть его до конца, чтобы понять, какие замечательные интеллектуальные силы собираются в стенах Камчатской краевой научной библиотеки имени Семёна Крашенинникова. У меня такое предположение, что он как бы чувствует себя способным, потому что он юрист по нафере, понимаешь? То есть он... Поэтому еврей, поэтому еврейский вопрос тоже. Ну да. Нет, смотри, если он действительно хорошо разбирается в юрист-пруденции, то в принципе он может решать и заниматься политикой. Ну я не знаю, в 90-х все этим и занимаются. Но если у него действительно есть такая квалификация, что его мать участвовала в процессах с 30-х, 50-х, 60-х, 70-х, и он её сам, как он говорит, консультировал по вопросам, как там, изнасилования в возвышенной форме. Помнишь, что это было? Первый глава, там такая замечательная. Вот, то почему бы он... Ну понятно, что право уголовное и право государственное, это немножко разные вещи. Но в принципе... Нет, я просто о том, что неожиданно. Почему нет? Нет, ну здесь, я вот... Плюс я книжку про экономику какую-нибудь, там, не знаю, Адама Смитова, условно, сколько бы, да. Я начну читать, я ожидаю чего-то, вот я обществую, а мне нормально, я знаю, что я взял в руки и что я получил. А тут внезапно просто такая штука. Карабах, ты что это? Тут зачем здесь? То есть, как будто бы, ну вот, я просто, я не знаю, это мои первые мемуары, вот, я никогда мемуары не читал. Вообще, мемуары человек, я вообще не знал, да, в тот момент взял книгу в руки. Слушай, а для тебя это не складывается всё? Ну вот мы Эпле тоже читали. Для тебя это не складывается? Это же тоже часть как раз этой, как мемориальной культуры, культуры памяти. Это вот, это и есть, из чего складывается. Эпле тоже рассуждают там, всякое, про Испанию. Так Эпле как раз задачу поставить, как раз таки. А тут человек мемуары, я профессионал тоже должен рассказывать. То есть, только про себя или только... Так, он смотри, я, кстати, слушай, а я с тобой согласен отчасти. Я тоже, мне тоже показалось, что Армения немножко, как бы, ну, случайно. Но он там, как бы, он хвастается тем, что он знал первого президента Армении до того, как тот стал президентом. Смотри, они вот с Леной могли пересекаться даже по Еревану. Но это же чисто понты. Подожди, ты не забывай, ты не забывай, кто был первый президент Армении до того, как он стал таковым. Если мы не рассматриваем этот факт, то тогда мы не можем обсуждать, вообще, контекст воспоминаний Топорова касаемо первого президента Армении. То есть, какое отношение президент Армении имел к общекультурному процессу, к советскому общекультурному процессу. Вот на эту, не-не-не-не-не, на самую большую. На самую большую? Не-не-не, вот сюда и как колонка. Все, извиняюсь, аналогов. Смотри, в детстве там написано, пароли Топорова. Я не очень понял этот тейк. Пароли? Пароли Топорова. Ну, Тарас Скотинин, один из паролей Топорова. И как там, блядь. Пароли Топорова? Нет, ну, мать у него деньги, по-моему, отнимала. Из-за того, что он там разбил. Когда он разбил окно, она у него отняла копилку. А, за вас же разбили вазу, разбила вазу? То есть, видишь, как у ребенка воспитывалась справедливость. Да, была ваза там. И тут много, да, таких юридических моментов. Другое дело, что есть такая, как сказать, мысль такая, да? Что вообще вот, когда у юристов, юристы, они как раз и являются одним из источников не правового нигилизма, а как бы этического, что ли, нигилизма. То есть, вот, у юристов такое сознание немножко... Все, что не запущено, то разрешено. Ну, что-то вот, как это назвать, не нигилизм, не правовой нигилизм, а цинизм, точно, я вспомнил, цинизм. То есть, цинизм юристов, вот, у него, кажется, есть что-то такое. И там еще интересно, он мать свою описывает, что, значит, вот, когда ее переубеждали, она вот, она могла перейти на другую сторону. То есть, вот ее кто-то убедил, чем-то там. Секунду кое-что нужна, а мы все уже обсуждаем, да, и все, мы уже в процессе, правильно? Конечно, вы уже пока в процессе. Неожиданно, я уже сказал, Билан. Ну, почему его назвали Виктор, Фобеда? Ну, да, это в книжке написано. Да, просто. Где я просто, у нас как-то, у нас обычно какие-то речки. Начал Виктор, Фоборо. Ну, кстати, ну да, я могу тоже рассказать им. Я его встретил. Кстати, это тоже связано, так же, как и Эпле, это связано с Настеленным колец. То есть, когда я увидел его статьи, у него фотка там такая есть. Не вот эта фотка, а другая, где он больше похож, там вот не видно, что у него нос такой, как бы более восточно-европейский, скажем так. А там он похож на Сарумяна из Властелина колец. Такая рожа. Я думаю, вот, типа, чувак из Властелина колец статьи пишет. И он такие статьи еще лютые писал. Очень странно, и у тебя опять пошли армянские сравнения. То есть, какое отношение Сарумян имеет к Топорову? Я сейчас Лену позову, если вы тут будете антиармянской пропагандой заниматься. Я с названием волшебник Топоров. Вот, и... Армяне не являются православным народом. Армяне являются монофизитами, с которыми у православных нет никакого общения. Блин, слушай, я Фиделя давно не видел. Че, Фидель вот так выглядела? Похож, да? Похож на Фиделя? Ну, тут не видно, что он маленький. Слушай, ну, будем, да. Главное, куртка кожаная. Не, я, кстати, его, когда лично-то увидел, тоже смотрю. Вот, действительно, он такой маленький. Нет, реально на Сарумяна похож. Вот. И, в общем, стал читать. И в молодости вот его статьи очень хорошо шли, вкатывали. А потом я пересчитал, вообще не понимаю, что к чему. Ну, как бы, ушла эпоха, и совершенно непонятно, как бы, о чем там был спор. Кстати, может быть, это на счет политики тоже относится. А он писал статьи вообще обо всем. Нет, ну, друг мой, Вася, ты понимаешь, ты, получается, говоришь о вещах, которые тебе, анмас, непонятны. Собственно говоря, это было заметно и по твоей книге «Колодцы». То есть, когда ты начал нелепо развивать тему типографской опечатки, подумав, что не существует поэта, упомянутого там. Пауль Пеллан. Но если мы возьмем в руки книгу, двойное дно, откроем ее на 209-й странице, мы прочитаем, что четверть века Бармателия стих Пауля Целана. Желающие могут посмотреть. А у меня Пеллан. Ну, это говорит о том, что ты не знаешь контекста Топорова. То есть, что ты не знаком с литературой, с современной даже европейской литературой. Хотя в свое время, я расскажу, я не могу сказать слово «напомню», потому что ты это не знаешь. В свое время, еще в начале 80-х годов, здесь даже, в Петропавловске, Валера Мельников проводил, скажем, помимо всего, литературно-музыкальные вечера на стихи Пауля Целана в переводах Виктора Топорова. Это был 82-й, 83-й, 84-й годы. То есть, вообще, Валера делал несколько литературно-музыкальных вечеров на стихи европейских поэтов именно в переводах Топорова. То есть, Магнуса Энсенбергера. Сами переводите зарубежные стихи. Представляете, какой-то там. Я в три стиха козрения. Саша, ты говоришь, что ли, Пауля Целана или Пелана? Да, Коля, я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю, о чем ты говоришь, потому что Виктор Леонидович написал мне, Александр, ваш перевод Рильке говно. Это дословно, я цитирую. Это было, по-моему, в 2005-м году. В 2006-м году написал он мне. Хотя переводил я в 1987-м году. Да, вот Виктор Леонидович, конечно. А, еще он, кстати, знаменит этих, как это, эпическим срачом по ЖЖ с Дмитрием Быковым, которого вот, кстати, Николай Палубнев в свежем камчатском времени пропечатал без указания того, что Дмитрий Быков сейчас является иностранным агентом. И этим он под монастырь подвел всю редакцию. Тем не менее, тем не менее, Вася, ты, возможно, не знаешь, что это не единственная книга Топорова. Возможно, ты это не знаешь. Помимо всего, у него был сборник «Жесткая ротация». Ротация, да. Где он в нескольких местах, я не знаю насчет переиздания, у меня, естественно, первое издание, где он несколько раз в разных текстах высказывается о Быкове, в общем-то, не очень неуважительно. Достаточно жестко, но не неуважительно, в отличие от очень многих людей, которых он, скажем так, смешал с известной субстанцией. Заслуженно смешал. Тут, кстати, вот есть такой момент даже, вот, например, то есть он даже косвенно, восхваление Берии тут есть у него. Признания выбивались из последствий, при Ягоде, Ягоде, Ягода, это, видимо, и Яхуда, при Ягоде, на самом деле Ягоду действительно звали, Генрих Гершевич и Ягуда. То есть это на самом деле так. Да есть песня про Гершевича. Это не важно. Ну вот, так я продолжу. То есть вот этих вот ноунеймов можно забыть. Читал я... Кого? Кого забыть? Читал Виктора Леонида Ильича, по-моему, во Взгляде. И потом я про него тоже написал критику. Я тогда тоже... Ну, решил на него тоже критику написать еще. По-моему, он жив был. Вот. И он отметил, и потом пригласил. Мы, по-моему, в 13-м году, что ли. Подожди, а когда он умел-то? В 13-м. В 13-м. Значит, это 12-й был или 11-й? Блин, это... Значит, это был 11-й год. Точно. Мы сидели напротив подписных изданий на Литейном. Там был Борей, такой Кабачок Борей. Там был Манцов, Игорь. Тоже кинокритик очень такой интересный из Тулы. Левенталь, Рик Шан, у которого из Санкт-Петербурга, у которого Летов гитару купил. Вот. А, Москвина, по-моему. Татьяна Москвина, которая, кстати, недавно умерла. Вот буквально пару дней назад. Ну, не пару, уже, наверное, неделю. Ну, неделю, да. Татьяна, жена была. Не помню, да. Чего жена? Вот. А, Носов был совершенно пьяный. А Крусанов, вот не помню. Крусанов, по-моему, так и не доехал тогда. Да. Ну, вот и как бы... Ну, они не дерутся, на промышленных станах не разговаривают. Не, тогда нормально. Я их, кстати, балыком угощал тогда. Это была премия. Ну, что-то, да. Что-то типа такого. А бутылка водки? Бутылка водки. Не, там Носов получил премию. Вот. Ну, и вот мы теперь, значит, перечитываем Виктора Леонидовича. Вот так получилось. Если зерно не сгниет, не будет плодов. А по-вашему, Виктор Топоров сгнил? Ну, такой серьезный вопрос. Стопольники у него есть? Ну, Левенка... Левенка... Похожей формулировки. То есть, если не высказывался, то, я думаю, тогда нет смысла отвечать на этот вопрос, на эту инвективу. Где, то есть, где Вася это высказал? Где? Где? Процитируй, пожалуйста. Я не помню там инвективу, что Топоров сгнил. Вася от Топоров. А, кстати, я же про него, да, я же про него даже две статьи написал. Топор. И говорил, не Топоров, а Топор. Ты думаешь, он был первым или хотя бы десятым, или хотя бы сотым, который это сделал? Нет, ты понимаешь, здесь он тоже идет по чужими стопами уже, разбитыми, с чужими следами, разбитыми, разношенными. Гнило тело, а душа осталась голова. Очень неубедительное объяснение. Так, от биологии к юриспруденции? Нет, 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 нет к пониманию текстов. Все написано Топоровым сплошной метатекст. Если его читать сзади наперед, мы знаем его. Но мы знаем, что Коля предпочитает читать справа налево. По лимону? Не совсем. Ты подключи к розетке, и тогда он будет нормально лить. Если подключить к розетке, то везде выключится свет вообще на самом этаже. Ну, а что-то не туда заверлось. Давайте посмотрим первую главу. О чем? Нет, ну, давайте тогда просто кому понравилось, кому не понравилось. К сожалению, Лена не может поучаствовать, потому что ей книжка не понравилась. И очень интересно, почему же она не понравилась. В принципе, кстати, сам персонаж Топорова неприятный, да? Или как? Какое впечатление этот персонаж это оставляет? Сам персонаж Топорова исключительно приятный человек, который не является, как бы не пытались называть его наследником Белинского, он таковым не является. Хотя первым это сравнение, я напомню, первый раз это сравнение употребил поэт Геннадий Григорьев, тот самый Геннадий Григорьев, в состав жюри премии имени которого входил Топорова. То есть, если мы попытаемся найти какие-то, ну, скажем так, аналоги деятельности Топорова не в отношении перевода, а в отношении публицистики, публицистики, литературной критики, мы столкнемся с тем, что мы увидим, всего две фамилии, которые так или иначе с Топоровым могут быть поставлены, ну, кто-то рядом, кто-то даже выше. фамилии Аркадия Беленкова и Максима Кантора. Неожиданно, да? то есть, в принципе, в принципе. По каким габаритам? Ну, по габаритам, скажем так, по габаритам отношения к культурной этике, к культурной этичности. Ну, что такое культурная этика? Не понял? Что это такое? Ну, это настолько, настолько понятно, что такое этика, что такое этичность. Вот примени ее к сфере культуры. То есть, Топоров был вместе с Беленковым и Кантором. Сейчас остался только один живой Кантор. Одним из тех немногих, кто отстаивал культурную этику. Культурную этику, причем, заметьте, в рамках европейской христианской культуры. Это все о русском языке. Коль, снимай Сашу, Коль. Нет, это не о русском языке. Да, да. Это о русской культуре, это о культуре, о европейской культуре, частью которой, огромной частью является русская культура. Она разве не погибает? Кто она? Сейчас русская культура. Нет, нет, она не погибает. Потому что русская культура это не ты, это мы молодые и талантливые. Если ее задавить, задушить. Ты не сможешь ни задавить, ни задушить. За нами молодежь, проамериканская. Да, это молодежь, это вы молодежь, где-то там внизу у наших ног копошитесь. Просто копошитесь. А, кстати, как вот эта культурная этика соотносится с новой этикой? Абсолютно противоположно. Абсолютно противоположно новой этике. А биоэтика? То же самое. То же самое. в принципе вот этому, кстати, этому. Вы хотите сказать, что Топоров это моралист? То есть главное, что он моралист? Нет, не главное, что он моралист. Главное то, что он рассматривает современные культурные процессы, если мы обратим внимание, он политические процессы. Я сейчас говорю не только об этой книге. Я вообще беру в комплексе его книги и даже то, что не во что в его книге. Мы не рассматриваем переводы, переводы речь особая, может быть. То есть он рассматривает вот эти явления культурные и политические как раз с точки зрения культурной этичности. это это то, о чем в постсоветских мифологиях уже 10 лет назад писал профессор Литинститута Исаулов. Ты сомневался в том, что такой автор существует? его существование вообще ирелевантно. Он же не существует налицо, правильно? Почему? Почему это? Где он сейчас? Где сейчас Литин Саулов, а где мы? На чем основана этика топорова? На этических принципах христианства, сформированных постсов, христианской культуры, христианской культуры, сформированных во время эпохи возрождения и дальше. Этика, мы говорим об этике, правильно? Мораль, этика, откуда у него как бы моральный авторитет? Прости, не понимаю вопрос. Ну, на каком основании он как бы мораль читает всем, предположим, да? Выполняет его принципы. А, да, и на чем основана этика? Это национальная этика? Хорошо, хорошо, на каком основании ты занимаешься критикой? Кто тебе дал это право? Вот, мой вопрос, мой вопрос является ответом на твой вопрос. Потому что он считает нужным это делать. Считал нужным это делать. почему он это считал? Нужно. Потому что должен быть санитар леса, как он пишет, я не помню, кстати, в этой книге или в одной из других книг, как он пишет, что кто-то должен быть санитаром леса. Опять-таки. Захар. Привет. Слуга Илья Ильича. Вот, красиво, красивое слово, чтобы в речи не использовать. Мало ли, знаю я его значение, не знаю. Кстати, я не помню такого в обломере. Ну, а в чем, ну и как вот это этическое правило? Кстати, вот замечательную цитату, замечательную цитату специально отметил. Страница 221. Уже в 90-е, когда я начал выступать как литературный критик и публицист, меня не разу упрекали в том, что я руководствуюсь принципом «бей своих, чтобы чужие боялись». Это не совсем так. В рамках силовой метафоры я бью своих, потому что чужие пребывают для меня в иномерном пространстве. У них своя жизнь, свой язык. Переводить ни с чего, ни с него, ни на него я не умею. Перемена поприща не означает для меня перемены участи, как для того самого врача, ставшего гробовщиком. Я был и остаюсь переводчиком и растолкователем образов и смыслов, но не для всех, а лишь для тех, кто играет или хочет играть или хотя бы делает вид, будто хочет играть по придуманным ни им и ни мной не слишком поддающимся дефиниции, но тем не менее вполне внятным принципам, правилам. Я не бью вне ринга, я не учу вне отеческого дворика, не проповедую вне храма. Если вам не нравится музыка, выключите приемник. Конец цитаты. 221-я страница. Впрочем, возможно, в этом издании это другая страница. А дефиниция что значит? это примерно то же самое, что дефекация. Ну, и в чем ценность вот этой позиции, этической позиции? В чем ценность? Это же, во-первых, этим занимались очень многие морализаторством, это раз. в третьих, по-моему, он как раз в каком-то смысле просто паразитировал. Из-за того, просто у него была... Ты ведь читал диагену? Ты ведь читал лоэкции? У него была, из-за того, что у него мама была адвокат, и он потомственный адвокат, еще там дедушка был адвокат, он просто очень тренировался вот эти вот разводить, как бы, и просто у него было юлиническое мышление. Вот и все. И так получилось, а так как он не работал по этой специальности, то есть он мог бы быть просто адвокатом. А так он был, ну, просто вот таким вот, как бы, юристом вне, как бы... Прости, в сопредельных, так сказать. Прости, ты, возможно, не понимаешь значение слова юрист. Ну, юриспруденция же, это же... Юриспруденция... Это пограничная вещь с этикой. Правильно? Нет, нет, юриспруденция это вполне конкретное понятие, не имеющее ровным счетом никакое отношение ни к публицистике, ни к литературной критике. Но к морали-то оно имеет отношение? Нет. Вот и все? Нет. Юриспруденция не имеет ровным счетом никакого отношения к морали. К морали имеет отношение римское право. А римское право это не юриспруденция? Нет. А юриспруденция это практически вид деятельности не закона устанавливающий. Ну, это по-моему все полная чепуха. Прецедент считались или казались предположим, но не были криминализованы. И сейчас как бы есть какие-то группы давления, влияния, которые те явления, которые были пока просто неэтичные, они их стараются криминализовать. Какие конкретно? Предположим. Какие конкретно? То есть не надо по принципу если кто такой где у нас формы. неполиткорректные высказывания, скажем. То есть они потихонечку криминализуются. определяет политкорректность? Вы, например, отрицаете же геноцид ирландцев. А если бы у нас, скажем, если мы криминализовали, скажем, у меня есть большое желание криминализовать отрицание геноцида ирландцев. Понимаете? Вот и все. То есть как бы постепенно как бы право захватывать вот эту область морали. Вот и все. Ну и Топоров там где-то он был на этом пограничье, скажем так, и вел свои партизанские бои. У нас в России усимление и чувств верующих. Вот есть. Вот замечательно тоже, да, ущемление, чувство верующих. Куда мы попали? Что за сюр? Вот, кстати, пусть Саша скажет. Я сейчас послушаю. Я думал, мы книжку послушаем. Римское право, диагент, новая этика. Киноцид ирландцев. Кишка, прочитал ее один, одно восприятие. Мы прочитали, сожгли. Я нажал кнопку, давай, ударить. Нет, это вот часть мемориальной культуры. Топоров тоже часть мемориальной культуры. Другое дело, тут, кстати, к нему вопросы есть, например, ставили ли штамп о работе в советский паспорт. Было такое? Да. Да. Было? Да. В какие годы? Ну, я думаю, что, я думаю, что до, скорее всего, до начала 60-х ставили. А, ну, то есть, понятно, а то этот момент вызывал такие. Потом Шиферс, Шиферс, он, он его атрибутировал немножко неправильно. Вот, тоже, тоже, как бы ошибка сейчас будет считаться. Ну, и так далее, конечно, тут надо всех. Ну, и что? Неправильная атрибутация одного персонажа позволяет вычеркнуть эту книгу. Ну, почему? Это бросает тоже все-таки тень. То есть, если он Шиферса, если он Шиферса... прости, прости, пожалуйста, но тогда вот я опять вернусь к этой, опять вернусь к уже упомянутому. Тогда гораздо более сильную тень бросил ты по поводу Пауля Целана. Потому что ты проявил, то есть, ты проявил просто вопиющее незнание. Вот мы как раз в области есть разница между позитивным правом и естественным правом, вот которое вы, кажется, называете там этим римским, да? Ну, в самом деле, это естественное право народа. Позитивное право, если вот там написано Пелан, понимаете? Я не могу это вычеркнуть из книги. Здесь написано Пелан. Целан. У вас Целан, значит, у меня Пелан. Что проблема? Проблема в том, что ты Боротынский или Боротынский? Проблема в том, что ты Боротынский или Боротынский? Он и не написал то, что ты написал. Мы обсуждаем Топорова немецкую или русскую, французскую немецкоязычную поэзию. Ты упомянул Шиферса? Я упомянул тебя. Ситуация значительно более запущенная. А он и влево отношение к немцам? Если нужно Топорова назвать немецом? Кстати, Шиферс тоже немец. Тоже немец. Наполовину. А наполовину армянин. Понимаете? И при этом Шиферс выдавал себя за епископа катакомбной церкви. Когда это было сложно принять и одной стороне, и другой стороне. Вася, таких людей достаточно много. К примеру, сейчас за епископа катакомбной церкви выдают себя внебрачный сын Александра Галича Григория Михнов Вольтенко. ты понимаешь, о чем я говорю. Нам модератор нужен, я помню. Да, это очень сложно. И модератор этот должен быть умнее всех нас. можно топорова называть немецким шпивом. Топорова. Во-первых, топорова. Во-вторых, Коля, медиатор это не производная от того, что у тебя происходит раз в месяц в течение нескольких дней. Это совсем другое. Мы будем стараться. Давайте поговорим и с эпиграфом, и с наталкивающим объяснение. Эпиграф он приводит? Эпиграфов, по-моему, нет. Но почему нет? Книга начинается, подожди, она, по-моему, начинается с эпиграфа. А, нет, это с эпиграфа начинается, жесткая ротация. Так, кто еще хочет сказать книжку? Двойное дно наворолит, что это чемодан с двойным дном используют шпионы. У меня есть какие-то двойное дно, могу прочитать. Александр, да, прочитай, пожалуйста. Двойное дно души, или, проще говоря, ловше самому себе. ведь знание жизни опасно, откровение души прекрасно, и мы всегда теперь свободны, на что-то доброе способны. Да, что-то там есть. Мы каждый раз собираемся и куда-то скатываемся. нет, ну почему? Мы сейчас почему? Надо сказать, что мы сейчас действительно выслушали сложенные в слова буквы, сложенные в предложения слова. Правда, дело в том, что, и дело не в том, что в том, что мы сейчас выслушали, абсолютно нет никакого смысла, нет никакой литературной ценности. Коля, мы понимаем, Коля решил немного разрядить обстановку, чтобы мы посмеялись. Нет провоката? Нет. Ладно, я попробую в книгу зайти, давайте так я пока я читал, но мы все на мысли поймал, что как будто бы читаю эту книгу общаюсь с пьяным человеком. Кажется, когда он постоянно скачет смысл на мысли с ассоциацией в ассоциацию, я такое нечасто вижу почему-то, и у меня это очень, то есть как-то было, я жил тут, но на выше я даже жила соседка, соседка вообще знаете, армянинка, армянка, это вот прорабатывает вопрос, вообще вы знаете, я берусь обратно, пистолет какой-то в сюжете появляется внезапно, он начинает появляться в этом, туда-сюда, слушай, ты хочешь прикольно было? это прикольно, но я как бы, тебе это сбивало? Мне приходилось немножко чуть-чуть в это вот какой-то геном разговорить, попытаться вспоминать, откуда мы начали или как вы-то вернулись. Слушай, ну а вот у Смельяка разве не так же? И вот это мне понравилось, а там не мемуары. Александр, а скажите, пожалуйста, вот вы и читали эту книгу. Какой процент персонажей упомянутых там вы знаете? То есть, не то, что вы слышали их имена, а читали их книги, если они литераторы, читали их переводы, если они переводчики. Выпивали с ними. Мне бы хотелось. Какой процент? Были у них дома. Вот, кстати, практически нулевое, как ни странно. Не, ну и я знаю, просто однако. Я знаю Бродского. Вот. А из современников, о которых рассказывает Топоров? В том числе, упоминался некий Астфа Цатуров, но он, как выяснилось, это однофамилиец писателя Астфа Цатурова. По-моему, это отец, наверное. Не, я проискал, это не отец, это просто какой-то однофамилиец, и какой-то по уровню. Вот. Вот так нет. А надо ли вообще знать? Конечно, обязательно надо. Не, не, обязательно надо. А в смысле, чтобы я эту книгу прочитал, мне нужно прочитать всех вот этих людей? Ну, Рильки там, представь, я не знаю. Рильки, конечно, нужно. Рильки обязательно нужно читать. Не меня тошнит. Не, ну это мы тогда никак не начнем читать. Я вот на Шиферса совершенно случайно клянусь, напал, а про Шиферса сейчас, значит, у Рокетянского Томича вышел. И вообще у Шиферса, на Шиферса тоже там масса всякой интересной информации. И вообще тоже персонаж очень интересный. Кстати, в духе Летова. Вася, мы сейчас говорим немножко о другом. Ну как мне не о другом? То есть, конечно, если всех пробить, если посмотреть, там, скажем, вот его стычка с Азадовским. Понятно, что у Азадовского совершенно своя картина и свой, что нам сейчас значит, надо похитить Азадовского, спрятать у меня на даче в Зиндане и пытать его, чтобы он дал полную информацию на то, что там было с этим у него стопором. То же самое с Быковым. Нет, видишь ли. Что у них было значит с Быковым за стычка. Если всех пробить, просто мы когда не начнем, не начнем читать. Вася, видишь ли, ты просто оказался не готов к восприятию этой книги, потому что ты не понимаешь большинство контекста событий, контекста творчества, контекста времени, о которых рассказано в этой книге. это не охотничьи рассказы пришли. Это мне напоминает вот это замечательное как там у Дудя Дудь с Моргенштерном и значит это моя любимая вот у Дудя и у Моргенштерна встречается Дудь с Моргенштерном и а и Дудь как бы а Дудь же он занудой это анекдот какой-то и Дудь начинает же его допрашивать с пристрастием Моргенштерна и говорит ну вот ты там поясни там я не понимаю и Моргенштерна говорит а зачем тебя это понимать так и тут в книжке даже нет именного указателя понимаете должен быть именной указатель в книжке вот именной указатель мы открываем книжку и видим именной указатель да ну как там кем он являетесь вентарь в виде слове пишет что они отказались по какой-то причине а вообще отказались а должны быть еще комментарии как нет нет не должны по той простой причине что комментарии ко всему этому составят еще десяток вот таких томов ну то есть видишь ли подобная подобная литература подобная литература Александр вы убиваете культуру если если так надо готовиться к критике нет если каждому тому читать еще библиотеку мы просто не начнем да и кстати мы не обязательно достаточно прочитать многое до чтения топорова реликеведения я предлагаю во первых значит сделать эту паломническую тропу в рамках кстати мемориальной культуры петропавловск-камчатский магадан ходить на колыму чтобы поклониться мощам и заодно преподать к истокам реликеведения а у нас в институте вот Коль ты Ольгу Александровну увидишь ты скажи пусть они у себя значит на кафедре откроют создадут да кафедру топорововедения понимаешь кто такая Ольга Александровна ну я знаю я знаю пусть на филфаке создадут кафедру топорововедения и тогда мы как раз начнем серьезно изучать видишь ли если мы читаем здесь а это по-моему здесь если я не ошибаюсь если мы читаем здесь историю о том как создавался Том Рильке в малой серии литературных памятников и там речь идет о переводах Богатырева как раз убитого перед выходом этого тома и как Топоров Светковским отказались от участия в переводе новых стихотворений то есть они только понемножку во второй части новых стихотворений отметились и дальше то есть если мы до этого не читали Рильке мы не понимаем и не знаем кто такой Богатырев и не знаем об его деятельности и за что его убили то мы не можем понять вот этой вот главки ну вы поясните нам а зачем зачем я просто говорю что это нет Вася как ты понимаешь я могу это пояснить и могу долго об этом говорить и могу брать и цитировать отсюда и рассказывать о том что произошло как произошло но я рассчитывал что придя сюда если мы если мы говорим о книге Топорова во двойном дне то мы то мы понимаем о чем эта книга мы понимаем к ее контексте вы можете сказать вот я скидал получается ну единственная же радость от того что вот это все значит весь контекст это просто радость узнавания я вот например условно мог бы знать знал про судебный процесс с надбородством за тунеяс то есть не читая главу об этом единственное я вот поймался на том что не просто о а я это знаю это просто приятно замечательно это индексин по-моему ну какой-то такая радость просто ради этой радости фан-сервис как это сейчас называют учитывать просто Тамина это как Джойса читать не знаю вот это все в себя впитывает я не готов к такому читательскому опыту я не подумал вот кстати а да действительно Александр а можно ли вообще читать Топоров здравствуй здравствуй Вася можно ли прикасаться я сказал здравствуй Вася привет друг мой Вася это я не тебе говорю я говорю другому Ваше который там за твоей спиной если не знать немецкий язык в этой самой в совершенстве эта книга написана не по-немецки да но он-то знал немецкий и английский не забывай что он переводил Эдгара на пол я только сижу неожду пардон то есть если он знал английский немецкий и значит и нам надо знать английский немецкий ну кстати у меня чтобы читать эту книгу нет нет Вася именно потому что именно для тех людей кто достаточно слабо владеет английским и немецким языками вот я думаю что как мы с вами этот человек возможно владеет хотя он придуривается Виктор владеть ситуацией то есть он переводил это уже в 90-е годы а если от обратного пойти вот прочитал книгу Топорова и вот не понял я контекст это наоборот сподвигло меня можно же так это замечательный метод это замечательный метод в свое время вот я скажу и даже и даже и даже до нынешнего времени то есть если я в каких-то источниках в каких-то в каких-то работах интересных мне нахожу ссылки и цитаты которые меня интересуют я стараюсь найти источник найти источник первый источник и познакомиться с ним вот говорю вот буквально не так давно буквально не так давно буквально может быть месяц назад месяц назад я узнал по цитированию о существовании работы Владимира Поперного Культура 2 посвященной работы посвященной архитектурной эстетике 30-х 50-х годов нет наоборот скорее наоборот то есть на самом деле причем эта книга написана профессиональным архитектором и специалистом по технической эстетике который долго проработал я скажу что это действительно оказалось я пока не прочел треть где-то книги я получил книгу над них только и я не разочаровался а при чем тут топоров потому что вопрос был о знакомстве о последующем знакомстве с контекстом я вспомнил книгу которую можно читать с контекстом там все объясняется отверженная ликтора ГИБО там вообще все объясняется нет вот надо сказать надо сказать вот по поводу контекста по поводу контекста отвлекаясь от книги двойное дно известный литературовед Леонид Фридович Кацис написал огромный том на 800 страниц с названием Владимир Маяковский в этом томе он как только начинает разъяснение каких-либо аспектов он сразу отходит в сторону для того чтобы объяснить чуть ли не каждую свою выкладку то есть вот он объясняет что он объясняет к примеру что Михаил Булгаков в своей повести Собачье сердце под шариком вывел Маяковского почему и дальше цитата такая цитата из Маяковского цитата из Булгакова цитата из других сторонних авторов и получается в результате очень убедительное доказательство но это очень сильно увеличивает объем сказанного то есть то есть получается что комментарий к высказанному находится прямо в корпусе текста это текст не требующий комментариев только ссылки на литературу на цитаты вот вот сейчас мы видим что Василий пишет стишок зеленеет травка солнышко лучица читай дальше читать можно и без контекста по моему контекст необязательно есть питер ленинград когда мы читали а пароль очень грустный а вы все докапали с пивом в отношении контекста этого пива это пиво здесь не просто так это важно ну да нет контекст очень важен контекст просто необходим вот к примеру даже если мы берем такой совершенно одиозный текст как Кочетовский роман секретарь обкома написанный в 60-е годы то есть текст который вызывал у интеллигенции 60-х 70-х годов лютый смех и лютое хихиканье но когда мы начинаем читать это мы находим там массу вторых третьих планов знакомых персонажей культурных культурных персонажей нет нет и в туши Анкук к примеру а зачем это понимать зачем понимать так так говорю я а так как я являюсь носителем высшей верховной истины непоколебимой и непогрешимой то вы должны Александр делать так как делает Вася видите вот ходит с блокнотиком и все записывает все записывает нет тут разные это разные типы контекста да конечно если пиво по пиву понимаешь смотри я как раз там продвигал ту мысль что в принципе да можно но я как раз мой поинт был в том что американец этот роман прочтет просто более глубоко то есть я просто отрефлектировал что я прочту я это сознаю что я прочту без контекста получается советский зритель эту книгу прочтет совершенно по-другому чем вот я продюсший да ну правильно в принципе да это та же идея да что вот Александр что если с контекстом полным контекстом более да нет вы совершенно так же как американец вот этот вот а порой очень грустный маклимониальный он прочтет глубже потому что Александр более одну секундочку более более того не просто не просто не просто человек который старше вас на поколение прочтет эту книгу по-другому даже если мы возьмем разных людей разного образовательного культурного ценза и направления которые возможно прочтут эту книгу то есть они воспримут ее совершенно по-разному в зависимости от того какие у них культурные коды то есть дай ее скажем моему ровеснику который все всю жизнь проработал на заводе точил гайки вонючими руками мерзость такая представил себе это нет он он не поймет здесь вообще ничего из сказанного ну и опять-таки вот тут Вася упомянул непонятную мне какую-то вашу беседу связанную с фигурирующим в тексте пивом но я я правильно понял из реплики что речь шла о художественном произведении да здесь-то мы рассматриваем здесь не художественное произведение то что мы видим это ноу-фикшн ну это спорно там в том-то и дело что скорее всего где-то Леонидович привирал и в принципе если как раз если владеть контекстом мы бы могли его поймать вот смотри по крайней мере маклимониальный контекст это да это художка но с элементами автобиографии поэтому все-таки общее у них есть по крайней мере я немного владею контекстом я немного владею контекстом и вижу что по фактологии по фактологии по реальным событиям это 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 абсолютный нонфикшн ошибки потом трактование а вот трактование это уже личное но мы имеем нонфикшн и потом нужны же свидетели в каких-то моментах будут ли свидетели мы же смотрим на мир глазами автора то есть он нам вот показал нам вот ну да то есть это то что вот то что вы говорите правильно это но это первый слой так называемого трехслойного прочтения кстати я про пиво то там я же тебе скидывал я же нашел про пиво этот сюжет микросюжет про пиво то есть там это пиво как бы пролетарское пиво его они сделали ребрендинг или как там называется и продвигали пролетарское пиво для хипстера понимаешь там вот вот такая вот штука и то есть там мог быть намек именно на это я поэтому и говорю что мы вот эти американские книжки мы их очень читаем вообще плохо я просто о том что мы да совершенно верно потому что мы плохо знаем их внутренний контекст а нет книжка кстати зачастую возможно когда-то стоит возможно когда-то стоит а ты понимаешь как это называли этого хлопца на неком произведение пинок кстати тебе не может быть можно это в качестве аллегории интерпретировать вот Леонард который хочет ограбить казино то есть Леонард это как бы вот как сейчас ну вот только вы меня называем а казино это вот западный мир опять глубоко синий занавес нет ну красиво как бы я не настаиваю на верности интерпретации но красиво что еще из этой книги я вообще не задумывался о профессии переводчика до прочтения этой книги и теперь обращаю внимание на имя переводчика эта книга сподвигала меня встать подойти к книжному шкафу достать свой домик фаустов и увидеть что его перевел пастернак я такой все как топоров сказал и поставил а потом он сказал что перевел пастернак давно там он был об этом я такой ну другого нет и а я Фалатковского так читал свои стихи топоров не писал топоров топоров сауну не сдавал как пишет собственно говоря уже после его смерти его дочь выпустила том его его стихов и переводов под названием да здравствует мир без меня это кстати очень интересная история это очень интересная история значит за несколько часов до смерти топоров в своем фейсбуке написал двустишие значит оно звучало так да здравствует мир без меня а впрочем все это дальше я не помню как было написано и вот написал это вечером а ночью он умер и на самом деле это достаточно интересные достаточно интересные стихи и то есть вот на мой взгляд на мой взгляд он конечно не гениальный поэт но он он технически очень совершенный в части версификации ну собственно говоря иначе бы он не смог стать переводчиком а вот и вот опять-таки опять-таки не надо Коля не надо не надо забывать то в каком кругу он вращался он вращался что ну скажи пожалуйста ты читал эту книгу может и может и а я понимаю он скачал так называемый ознакомительный фрагмент на первые шесть страничек нам топоров более важен как моралист или как поэт или как кто или как бородатый карли мемуарист мы мемуарист а о кстати да точно как носитель культуры как там мемориальной культуры агент 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 мемориальной культуры ужасно про него же забудут или национальный бессмерт там есть где там ну разве он останется памятью людей или честь ну я не знаю у него дочка есть потом внуки я не знаю внуки кстати у него есть внуки во внуки сколько как зовут я не знаю мне это не интересно но я но ты можешь написать его дочери и спросить потом у него же наверное есть какие-то еще он там говорит двоюродного брата двоюродный брат какой-то да-да-да водил поезда или левенталь кстати вот когда я топорова еще был жив там уже еще такая ходила топоров и его верный левенталь сейчас левенталь за топорова ну да естественно естественно то есть потом левенталь не знаю и подисловить его только не путайте по вадима левенталя с георгием левентоном переводчиком потому что потому что как писал топоров переводчик как писал на период топоров про левентона переводчик левентон как-то раз порвал топоров или топоров если того роста и он товар а если тупой топор подожди я пытаюсь вспомнить как это называется небольшой отрезок древесного ствола да бартин байли то есть я не могу у коля назвать тебе иначе как небольшой отрезок древесного ствола нет но понимаешь дело в том что это слово можно считать не политкорректным если его употреблять касаемо некоторых недонаций уже пошел пошел геноцид как говорил лихаем навальный первый тост за холокост да вот так вот я главный вывод можно читать эту книгу или а чей карабах кстати чей карабах российский нет нет кстати нет карабах не российский карабах это белорусская земля потому что великая беларусь простирается от ламанша на она до анадыра от мурманска до дели за великую беларусь а сиранский главный руководитель а вот это вот не трожьте своими грязными губами святое для нас всех имя вожидя всех народов верховного гейтмана для нас путин мощь народа для вас я думаю я думаю у кого коль а тебе нет смысла читать виктора леонидовича топорова потому что в своих статьях он твоего вождя не раз обижал в свойственном ему стиле я буду обижать вашего вождя ну питерский питерских не тронет кстати тут не тут не даром прозвучал первый тост не пора ли нам перейти на обсуждение национальных особенностей виктора леонидовича топорова со стороны его отца великорусский шаминист не со стороны зои николаевны а со стороны его отца как отчество топорова мы теперь в очередной раз убедились что коля палубнев не читал не читал потому что третий абзац этой книги начинается так жестоко и не совсем понятно для меня обиделся записать не в метрику фиктивное общество леонида вич на самом деле я должен был зваться ефимович понимаешь школе на каждое высказывание должно найтись подтверждение а почему сие релевантно почему сие релевантно вот я не понимаю потому что русское национальное занятие одно из любимых русских национальных занятий это погром если мы внимательно если мы внимательно почитаем виктора леонидовича топорова то мы найдем у него ряд замечательных инвектив за которые посмертно его можно осудить по 282 статье уголовного кодекса российской федеры ресурсной федерации у вас власовский флаг да сколько еще камер а мы тут наговорили уже на статью или нет если мы наговорили на статью то я пойду ты наговорил потому что дорогие стратегические партнеры российской федерации из бак и и константинополя твои инвективы касаемые одного из древних христианских народов не поймут а помидоры и курорты ресурсной федерации нужны почему сие релевантно обсуждение в аспекте национальных особенностей как письмо здесь полная вот полная как от кого от митохондриальной евы полная генеалогия топорова нет у вас может быть нет а генетические данные у нас есть генетические данные топорова нам нужно значит так он задавал днк вася днк вася кто здесь еврея кто нет определяю я очень приятно вы геринг опять-таки я допобедаю я допобедаю имени вас очень много улиц в нашем городе там такая такая лишняя душка ты если душка еще есть ты не забудь ты не забудь в каком помещении мы находимся коля коля вот снимая снимаем мы находим мы находим на ты не забудь семена шимона бар мы находимся в помещении где хранилась нацистская литература и это было пресечено прокуратурой здесь хранились дневники доктора философии магдебургского университета или подожди или гейдельбергского напомни мне доктор гиббельс получал докторскую степень в каком университете по моему менее его книга здесь была его дневники здесь были серьезно нет его не было не было я прошел искать правду это это выдуманный персонаж из комиксов вы можете найти в интернете через поиск примерно следующий поиск в камчатской библиотеке нашли экстремистскую литературу это дипфейк это дипфейк просто википедия тоже тоже создана нашими друзьями вот друзьями саш поэтому мы там находимся нет но я к сожалению нахожусь я я нахожусь вики только на одной странице посвященной не мне а я нахожусь в разделе места и люди относящиеся к льву натановичу щаранскому на веру энциклопедии вики реальность вы правитель камчатского края нет нет не правитель ты читал это да не правитель генерал-губернатор как ты не видела ты не видел эту замечательную за ты не видел эту замечательную на странице льва натановича а кто это такой уважаемого льва натановича кстати да толчак он же земляки гуалетова давай в первую очередь обсудим на тот аспект почему семеляк резко выступил против георгия осипова нет было почему что явилось этому на твой на твой взгляд зависть зависть но это вот уже близко а зависть к чему но успешной жизнь георгия осипова не назовешь ты же конечно читал кокосовый телефон и товар для ротшильда ты читал и погибонцев а не а коня не ну-ка какое может быть с коли палубни в обсуждении семеляка если он тоже не понимает контекстов который написал семеляк я думал все штат гражданского барона служит милика тут оказывается даже туда визит черт контексте этого надо было за бальтавира нет у меня есть идея создать к книжке семеляка именной предметный указатель и потом прочесть все книжки которые на которые ссылается смена кто-нибудь читал вы наверняка читали шантальмуф потом эрнеста блоха и кого он там еще ласло ласло фельдами ты будешь ты будешь смеяться но эрнеста блоха я читал вот будешь смеяться а чтоб и георгия осипова я естественно читал и стихи и прозу это с которым спорит семеляк по поводу того что упоминая что осипов неоднократно в своих стихах и рассказах склонял великого летова ну может быть и осипов то есть георгий осипов на основе на основе так называемого лета на базе на базе на базе так называемого летова создал персонажа который проходит по ряду его текстов сквозной персонаж который появляется иногда упоминанием в исключительно при зрительном контексте дети нам смысле почему сиев и левантно я не понимаю почему сиев и левантно кто знает осипова никто очень 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 многие по крайней мере широко известен в узких кругах значит осипов это кстати я не помню барон хортица граф хортица вот так более наверно более понятно нет но книги его если мы говорим об его книгах то они все выходили под ну или естественно под именем георгия осипова то есть под его настоящим именем не под его радио псевдонимом ну кстати борхис борхис вообще кстати предлагал и даже парадоксальное может быть чтение не через совершенно контекст можно притянуть вообще за уши кстати то есть борхис предлагал например считать автора библии и автора дао дэдзи над ними тем же человеком или предположим что например гига гига лично знал лето тут положим могли могли гига и летов пересекаться нет это мы так говорим из нашей картины мира а в какой-то параллельной вселенной скажем гига и летов вполне могли пересекаться мы куда-то на странную территорию зашли что-то нет просто это сейчас мы продвигаем контрфактическое мышление понимаешь это есть такая теория кстати еще у макиавели львы и лисы то есть вот львы они подавляют контрфактическое мышление а лисы наоборот они поощряют контрфактическое мышление ну типа как фэнтези я не знаю слушай но это же по моему очень жанр известный в каких-то фанфиках когда читаю фанфики ты не читаешь фанфики подожди а вот это вот в пионерском городе исключительно для обсуждения а я тоже я тоже но смотри как бы этот самый ну шарлак хомс же встречается там с родионом раскольниковым в разных фанфиках нет шарлак хомс не преследует родиона раскольникова братьями карамазовым вместе с братьями карамазовым на пятом сиде а мы говорим о члене союза писателей ссср с 1987 года не забывай но кстати 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 вот опять таки касаемо опять вернемся в очередной раз к паулю целан вот если мы возьмем вот это издание и откроем вкладку то мы обнаружим здесь портрет топорова портрет топорова который подписан следующим образом эту фотоработу сергея подгор кого 91 год почему-то прозвали энгельс гробу но любой человек который находится немного в теме ленинградской фотографии знает что он подгорков а тут напечатано подгорнов это тоже самое что пилан здесь тоже имеется ошибка и кстати вот буквально мы на днях с автором с подгорками мы переписывались по поводу именно вот этого портрета разговаривали сказал ничего этого не было почему это нет а в этом другая была тема разговора там была тема разговора что подгорков создает уже много лет портретную галерею деятелей не казенной культуры санкт-петербурга 70-х годов ну а может у нее двойная фамилия как у гонгара луис гонгара и арготы или собственно говоря сетт артега и гассетт двоя или упоминаемый не раз или упоминаемый здесь не раз михаил яснов а вот жагурович потом у него могло быть раздвоенные личности то есть под одной фамилией у него была в него вселялась одна личность под другой фамилии друга я не исключаю такой возможно вася вася ты никогда не сложен сейчас новая индустрия идентичности продвигает именно эту точку то есть с меня когда когда ты утром одеваешь новую футболку ты становишься новой личности надежно дева надеваешь потому что там какая-нибудь новая футболка бася надеваешь мне можно и так одеваешься вот если у него но если у него раздвоение личности то он одевает самого себя как как другого человека понимаешь потому что только в процессе того когда он одевает себя он и становится личностью современный человек и это раздвоение личности близнецы хотя какие однояйцевые давайте он имеет ввиду раз эта работа называется Энгельс гробу он имеет ввиду Баркса Энгельса так нас сейчас Лена уже будет прогонять так что я предлагаю предлагаю тут Карабах не разводить а что собственно говоря что плохого в Карабахе вырезать всех азеров и отдать земли до до Баку армянам потому что национальный герой армянского народа Степан Затикян как известно очень любил русских а не Семен? Нет Степан Затикян. Мы же выяснили что все Степаны а не Семены на самом деле Степан Затикян очень любил русских людей еще он очень любил московское метро впрочем нет дальше я не буду углубляться в эту тему каждый желающий может узнать о подвиге Степана Затикяна в московском метро в 77 году Ну а нам что делать? Я тебя не призываю к повторению подвига Степана Затикяна Доля битубия в мире повышается что нам делать? Ну да если мы говорим о твоем внутреннем безумии то я думаю его нужно купировать медикаментозно Так ну что у нас с этим самым-то Солярисом? Надо прочитать? Нет я вот думаю а кстати кстати вот это очень важно Ты ведь надеюсь прочитал Солярис так же как ты прочитал Виктора Леонидовича Топорова? Я кино смотрел О кстати Тарковский же я тоже кстати только кино смотрел Да я Солярис не читал Вы же знаете эту замечательную историю о посещении Никиты Сергеевичем Хрущевым выставки художников Это релевантно? Я не помню концовку но начало было Это замечательная история Когда Никита Сергеевич тыкнул пальцем и сказал а это что за жопа с ушами? Это зеркало Никита Сергеевич А Тарковский знаю знаю Да смешно Нет смотрите если мы прочтем Ну предположим если я прочту Я читал только эту автобиографию Лема Нет биографию Лема Если мы прочтем предположим Солярис И потом Солярис наложится на двойное дно То там опять какие то новые смыслы всплывут Так это художник может без контекста Да и здесь можно без контекста Не здесь как выяснилось Нет смотри Ну может быть Нет Это называется не контекст А интертекст То есть когда ты читаешь как бы две книжки Но они у тебя как бы миксируются Ну как короче как диджей Понимаешь? В одной руке есть история Советского Союза Здравствуйте вам что-то рассказать? Кстати мне вот без контекста книга понравилась Ну кроме глав про антисемитизм Карабах это не нужно здесь совершенно И концовка боже мой Это же ну это лучшие пять страниц вообще Которые когда-либо читали Это вот это вот самокритика Тивы Извиняюсь пидор гнойный Вот это просто на меня поражило Между прочим Между прочим некоторые источники Некоторые источники Которые в общем то я не знаю Насколько я Насколько можно верить Утверждают что под Тарасом Скотининым Подразумевался Молодой Очень молодой На то время Но уже Но уже бездарный Тарас Бурмистров Отложение Тарас Скотинин Да Тарас Скотинин Да подразумевался Тарас Бурмистров Просто ну как Ну я прочитал Кто же не знаком Ничего не говорит Это ноунеймо Это ноунеймо Зато пишут так Ну это же так смешно Топоров Черная дыра Шакал Подожди Так это же он сам написал В этом же Да ты что Правда А вот мы не знали А вот мы не знали А я не знал Спасибо тебе Вот я до 20 Почти 25 лет знаком с этим текстом Ну как вам замечательное обсуждение Понравилось Тогда Ставьте лайки Не понравилось Ставьте дизлайки Ежели вы хотите Что-то мне сообщить То внизу под роликом Вы можете написать комментарии Я их Обязательно читаю А на некоторые Даже отвечаю Ежели же вы на Вы на моем канале Впервые Ежели вы хотите Возвращаться сюда Снова 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 Кольщик вы тоже нажали Ай Молодцы Теперь Вы не будете Пропускать Новые ролики На моем канале До свидания Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok